Слушай, ну спасибо. Не, интересно, просто почему у тебя так отвлекли от рисования, от путешествий в эту тему? Потому что любопытно, как ты говорил, про вдохновение. Вдохновение для художника действительно важно. А судя даже по твоей просто картинке, ты там везде уже побывал. Прошу, продолжай, пожалуйста. Да. В общем, короче, все эти образы... Просто про Америку можно долго разговаривать, надо меньше. Все эти образы на самом деле тоже архивируются в голове, какие-то более ярко запоминаются. То есть ты пропутешествовал, ты вдохновился невероятно. Какие-то больше уходят в подсознание. И всплывают оттуда во время каких-то брейнштормов, или когда ты сидишь и думаешь как бы создать какого-то персонажа, оно может всплыть не именно как вспомнил ой, это было так-то, этот камушек выглядел так, и я нарисую это так. То есть это может вообще абсолютно на подсознании всплыть, и ты просто нарисовал, а оно выглядит довольно убедительно. Вот. Поэтому путешествовать очень важно, ну, как для меня, как мне кажется, особенно для концепт-художника, который создает что-то полу-с-нуля, там полуориентируясь на что-то или с нуля. В общем, путешествуйте. Вот. И наблюдайте. Наблюдение – это вообще очень интересная вещь. Почему? Потому что, ну, наше внимание, оно обычно как бы сконцентрируется на каких-то конкретных вещах. То есть, там, мы выходим и, например, начинаем, там, смотреть, там, конкретно на траву, да, как она выглядит, там, нам эта трава нужна, и начинаем не замечать, там, всего остального вокруг, там, как выглядят деревья, там, или какое небо, там. То есть, ну, понятное дело, что это тоже дело практики, да, но иногда очень прикольно так освободить свой мозг, так и выйти и на все поглядывать, на все поглядывать и видеть какую-то картинку в целом. Я не знаю, мне кажется, я такую теорию слышал, скорее всего, правда, что девочкам картинку в целом видеть гораздо легче, чем парням. Парни не такие, как лазер, да, там, смотрят в конкретную точку, и надалеко видят, да, а девочки, у них были внимание рассеянное, и от этого они видят более целостную картинку. Вот, наверное, это правда, но когда ты, как, ну, для парней совет, когда ты постарался, расслабил взгляд, и видишь в целом, ну, прям, не знаю, какое-то обогащение эмоциями получается. То есть ты замечаешь того, чего ты раньше не замечал. Вот. Наблюдать можно там какие-то более глобальные вещи, там, это облака, да, там, смотреть на них, анализировать, да, там, то есть как они строятся, как, какая у них плотность, как они реагируют там на свет или на этот, на тени там, то есть как эти тени падают на землю, или вообще когда-нибудь почти нету там на них размазан. Ну, то есть глобальные. Так и какие-то очень маленькие частные. Я приведу пример с листиком дерева, то есть это маленькая деталь, но которая может там хорошо помочь там в будущем, да, например, сейчас осень, сейчас уже, правда, поздная осень, и уже листья все опали, но у меня такой вот вопрос к вам, к аудитории, ну, задумывались ли вы когда-нибудь, как желтеет лист от середины к краям или от краев к середине, или он желтеет равномерно. И такой думаешь, ну, блин, вроде какой-то вопрос такой, ну, странный, типа, зачем оно мне вообще надо, типа, если я буду рисовать там осенние деревья, я просто буду массами там набрасывать эти листья, там будет все. Короче, желтое, не буду я вырисовать каждый листик отдельно. Вот. На самом деле, понимание и осознание до этого момента может, как я говорил, уже всплыть, там ушло в подкорку, да, там вышел на улицу, посмотрел, один листик, второй сделал какие-то выводы, да, может помочь в итоге в работе. Вот, например, есть задача, это я так просто нарисовал по-быстрому монстрика, да, там, какого-то, какая-то инопланетная клича, которая, в которой есть свойство менять цвет, да, там, по задаче, например. И тебе, как концептеру, нужно продумать анимацию изменения этого цвета. Тут вот в этот момент и выпадет, как его, ну, вот этот листик, который, если, например, посмотрел на него, и он меняет цвет своих хлорофиллов от серединки, да, там, по жилкам, и ты можешь это использовать в анимации и сделать анимацию этого хамелеона, ну, не банально, так, чтобы он равномерно, да, растворился и стал таким, а через какие-то его детали. Вот, и это, ну, гораздо интереснее, да, там, чем просто он там раз бы поменял свет. То же самое, ну, там, если кричи, там, например, если сайфай, на том, какой-то старый скетч, который не дорисовал, он его заюзает. Вот. Тоже, например, камуфляжный, да, у него какой-то, я использую простой фильтр, так, чисто для примера, камуфляж, который там его поглощает от краев к середине. То есть, все такие вот моменты очень важные для художника, ну, как мне кажется, ну, маленькие, они или большие, то есть, ну, глобальные или мелкие, то есть, старайтесь замечать всякие абсолютно разные мелочи. Мне это, кстати, момент напоминает, не знаю, кто смотрел фильм, называется «Воин» про спортсмена, который... Конечно, в Альхарде. Да, 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 вот, и там был отличный, офигенный момент, когда он такой, типа, очистил свой мозг и такой начал замечать, там, как роса капает, там, как бужья коровка ползает, и такой, аж офигел, такой, ого, нифига себе, какой мир на самом деле большой и интересный. Вот, и в общем, какой из этого всего вывод? Вывод – это никогда не игнорируйте возможность пощупать окружающий мир, берите от него все. Ну, хорошее я имею в виду. Вот, и, ну, все, что мы видим, созданное кем-то, да, даже супер нереальное, оно всегда, всегда, всегда имеется в какие-то корни для своего начала из абсолютно реальных вещей, которые нас окружают, которые у нас под ногами. Вот так. Я не прощаюсь, у нас еще должно быть время. У нас еще много времени, во-первых, много вопросов, Алиса давно не задавала вопросов, а также нас спрашивают, так рисовашком-то перейдем? Да, перейдем, и вот как раз месседж твой закончил, надеюсь, не утомил никого, надеюсь, был полезным, и будем что-нибудь рисовать. Так, я даже сейчас открою фотошопчик. Оп. Можете спрашивать? Да, пока ты его открываешь, как раз хотела сказать. Вопрос задает, как тебе удается работать в таких разных, отличающих друг от друга стилях? Ты давно вникаешь, подбираешь, рефы, изучаешь и так далее, или все само идет? Просто интересен твой подход к работе в другом стиле. Ну, судя по тому, что я только что все показывал, у меня был сначала подход более такой реалистичный, и грубо говоря, не то чтобы традиционный, но в общем, короче, мне нравился реализм, я получал от него довольно много всего, изучая, да, вот, и ну, всегда мне нравился мультяшный стиль, и я испытывал большие дискомфорты, когда у меня не получалось нарисовать что-то стилизованное, то есть я начинал рисовать, и в итоге потихоньку, так потихонечку скатывался в какие-то реальные пропорции, в реальный этот, то есть оно очень сильно влияло на меня, база вот этого вот, но за счет практики, за счет смотрения уроков каких-то там, да, по этому, по стилизациям, поэтому я все-таки понял вот эту фишку, как это все работает, и, короче, главное практиковаться. Так, я, по-моему, не полностью ответил на вопрос, можно еще раз повторить? Тяжело ли это? Хорошо, полностью, ну, интересно, да, твой подход вообще, как ты берешь другой стиль, то есть ты его изучаешь, собираешь информацию, вникаешь, или просто посмотрел один раз, и все, и получилось сразу. Ну, нет, на самом деле важно проанализировать, я только что про это говорил, и довольно важно проанализировать работу этого художника, и понять, что, о чем он мыслил, какими руководствовался принципами в построении там, или еще в чем-то, и тогда, тогда это все гораздо легче, то есть, есть способы, ну, там, посрисовывать, да, пару раз, то есть, если ты, ну, сам понимаешь эти принципы, там, каких-то простых геометрических вещей, там, или еще что-то, то тебе достаточно, чтобы понять его технику, просто пару раз нарисовать и в его стиле, пару картинок, мне лично, например, ну, мне очень нравится брать и перерисовывать просто работу, я стараюсь брать что-то свое и рисовать в этом стиле, ну, я не знаю, это правильно или нет, но так получается у тебя, как бы, уже готовая уникальная работа, да, а так ты, как бы, потратил время и нарисовал чужую работу, ну, возможно, даже, как бы, анализируя, переосмысливая под своего, там, персонажа, ты, как бы, больше получаешь какой-то экспы, да, там, от этого всего дела, чем если бы это, ну, ты срисовал такую же картинку, хотя срисовать, я тоже думаю, довольно удобно, главное, главное, чтобы было, ну, понимание, понимание того, что ты делаешь, как бы, не только просто, типа, как этот художник сделал в таком стиле, да, срисуя тут эти блячки, такие же там нарисую, там, надеюсь, понимает, о чем я говорю, да, главное, понимать, что ты сейчас рисуешь. Хорошо, суперски. Спасибо. Спасибо огромнейшее. Я задам, если можно, несерьезный совершенно вопрос, какая твоя любимая олдскул игра из 90-х? Черный плащ. Черный плащ. Я ее проходил, вообще, не знаю, сколько раз ее проходил по кругу, целыми днями, я не помню, за сколько, по-моему, у меня был рекорд за полчаса ее пройти, может быть, вру, я уже не помню, но я точно знаю, что я ни одной жизни не тратил, проходил ее полностью, единственная была проблема, я не мог пройти последнего босса, я вообще на нем сливал все свои накопившиеся жизни. Стального клюва, который? Да, это сейчас звучит смешно, потому что я вот недавно взял реванш, скачал приложеньку для компа на дыне, прошел его, и оказалось, что вообще там супер банально было. Реванши ты делаешь, да? Реванши беру? Нет, ну, в том смысле, что тоже через приложеньку играешь. А, ну, конечно, да, бывает, иногда очень сильно пробивает, но такое дело, и хочется вспомнить детство. Вот, я даже себе геймпад купил от PS4, PS4 нет, но геймпад есть. На случай, если Валик Демченко мне даст расшарить свою приставку через интернет, как это сейчас можно делать, и можно поиграться, мы с ним уже договаривались так сделать. Хорошо, так, я думаю, что следующий вопрос. Кто бы мог задавать следующий вопрос? Я не знаю, у нас есть еще секретный ведущий? Конечно, есть, мы же это уже обсуждали, мы же уже рассказывали, по-моему, эту увлекательную историю, просто здесь я вижу опять вопрос по стилю, тебя спрашивают, но я думаю, что... Нет, спрашивайте, я люблю вопросы. Можете спрашивать. Как научиться скетчить? Скетчить, скетчую скетч. Ну, Ну, что, берем и рисуем. Не, ну, на самом деле, ну, как бы скетчить, это действительно, ты просто берешь и рисуешь, как бы это смешно не звучало, или типа, как отмазка, главное начать и выработать для себя какие-то принципы. Очень-очень полезно рисовать, вернее, ограничивать себя по времени. Ну, я имею в виду, ставить вот там счетчик 5 минут и брать, рисовать, и рисовать там ручкой, например, да, там, чтобы не было, чтобы не было возможности стереть, там, или еще что-то. Ну, в короткосрочных, суперкороткосрочных зарисовках, ну, вот этот большой плюс в том, что ты максимально активизируешься, и, ну, у тебя, ну, как бы нет времени там думать, этот, а потом еще не успеваешь в итоге, да, там, первые попытки, скорее всего, венчаются тем, что там три линии нарисовано, да, там, и нос хорошо прорисованный. То есть, на самом деле, как бы не стоит заострять внимание на детали, а главное, так вот от очень общего к частному идти. И буквально там за 4-5 таких вот фейлов будет более-менее начинать что-то получаться. Ну, такое уже более как-то осознанное, да, вот, то есть просто надо себя ограничивать и ставить в очень жесткие условия в плане времени и материалов. Ну, на самом деле, это даже, это даже как челлендж, да, для себя такой, ну, то есть не обязательно там себя постоянно истязать, да, там, ну, как бы иногда есть в этом смысл. Просто посоревноваться, проверить себя, смогу ли там или еще что-нибудь. Хорошо, отлично. Человек с ником Artstation, я просто могу его не зачитать, спрашивает вопрос. В некоторых своих работах часто улавливается стиль художника, стиль художника Райан Ланга. Как вам удалось так хорошо передать его стилистику? Гамроуды его покупали, что ли? Райан Ланг. Сейчас, надо загуглить. У меня просто, на самом деле, очень плохая память, плохая память на имена и это сейчас в набросках или в этом? А, подожди, Райан Ланг. Это же один из тех чуваков, который мне нравится. Я вспомнил его имя, да, это же парень, который рисовал этих Big Hero 6. Нет, Гамроуды я его не покупал, но я смотрел его работы, когда мы работали над этот, над нордами. То есть, когда есть понимание, да, там, какого-то объема, основанного на шариках, на кубах, на табуретках, да, то понять стилистику и как рисовать дальше, это уже гораздо легче, чем брать с нуля и без понимания копировать стилистику чью-то. То есть, это, ну, несложно переключиться в итоге. У меня вот, например, сейчас, я, наверное, очень долго буду сейчас рисовать, потому что, как и у многих, у меня есть проблема, либо говоришь, либо рисуешь, потому что, потому что куда-то в одно место мозг направляется, поэтому я буду говорить, и поэтому буду не сильно быстро рисовать, и, может быть, что-то переделывать часто, не обучать внимания. Вот. У меня, например, сейчас в последнее время очень сильно нравится стилистика, такая флетовая, типа, как заставочки, 2D-шные заставочки в Панде Кунг-Фу, помните, да, там такие они, они очень яркие, вроде простые, там какая-то текстурка положена, да, там на этот, ну, вот такой вот 2D-мультик, но при этом он, на нем очень часто ложат свет очень правильно, и оно ощущается сразу очень объемно, то есть оно не ощущается плоским. Вот эта вот комбинация плоскости и света, объемного света меня сейчас очень сильно привлекает, и я пытаюсь все время в этом, в этой стилистике что-то делать, и у меня есть сейчас проблема в том, что я скатываюсь в рендер, который у меня получался в последнее время, то есть я очень долго старался научиться рендерить, когда там только начинал рисовать, когда вдохновился работами Макса Костенко, думал, как же получается так вот, вроде ты делаешь объем, ну, вроде оно объемно, вроде тоже так же, почти 3D-шно, но как-то выглядит сыро и интересно, там, кто уже начал понимать про тональности, там, и про всякое такое, вот, то сейчас мне очень тяжело не скатиться в этот рендер, а остаться в этом, ну, как тяжело, то есть я работаю над этим, то есть это мне пока не могу сказать, что супер просто получается. Окейшки, суперски, так, пойдем дальше. Я просто читаю вопросы, я хотела бы просить ребят задавать их посерьезнее, то есть нам очень приятно, мы и ники читаем, конечно, замечаем, и все, но тем не менее. Смешные вопросы тоже можно задавать. Они троллят, нет, мы просто, понимаешь, как бы, если мы сейчас начнем читать, зачитывать все вопросы с юмором или троллингом и прочее, серьезные, несерьезные, то я боюсь, что нам придется делать стрим не на три часа, а, не знаю, на десять. Так. Просто здесь задают вопросы от различных Максимов Верехиных, Алисы Алексеев, никому неизвестных и так далее, и поэтому. Ну, спрашивают по, как бы, про машину, как вы брали в прокат, про США еще просят рассказать, то есть, получается, ездить по штатам на машине можно с местными правами на авто, с украинскими правами на авто, но я так понимаю, там же, по-моему, сейчас с правами новой системы, где, там, международные права, что такое есть, по-моему? у меня права были образца 2011 года, довольно старые, и как бы все ок, ну, про проблемы. это еще не так давно было, всего лишь 5 лет назад, да, да, просто этот, ну, это же совсем недавно, вроде с этими, с правами приколы начались, да, какие-то, но въездить можно вообще, но, если честно, конечно, я просто помню, что какие-то совсем старые права, что да, там нельзя было, бумажные, ну, да, наверное, в общем, без понятия, ребят, мне кажется, информацию лучше поискать. да, да, то есть это, как бы, абсолютно открытая информация, очень много всяких стримов, вернее, не стримов, а видеозаписей людей, которые живут в Америке, я, например, перед тем посмотрела правила дорожного движения, и там, всякие свои приколы есть, типа, поворачивать всегда на красный свет, можно направо, как у нас на зеленую стрелку, да, типа, это можно делать всегда, ну, всегда, и даже обязан тебе еще начинать сигналить, ну, и всякие такие моменты, все это можно, ну, посмотреть действительно в Ютубе, и, как бы, гораздо больше подчеркнуть информацию, чем я сейчас бы ответил. Ну, да, да, я поэтому советую, что, ребят, давайте постараемся задавать вопросы по теме, я думаю, это будет полезнее всем. Интереснее, по крайней мере. У меня есть вопрос, кстати, очень любопытный, я вот сейчас задумался, все работы, которые ты показывал, понятно, академически это понятно, а в CG, всегда начинаешь с лайном, не пробовал ли с пятнышка начинать, и самое главное, почему, то есть, серии экспериментов на этом, как бы, шли или нет? Я раньше с пятна начинал, ну, вернее, совсем раньше я с лайном начинал, потом я начал работать пятном, и этот, а потом вернулся к лайну, причем насильно вернулся, потому что, я думаю, блин, ну, как это у меня раньше там получалось, да, единственное, раньше я срисовывал, да, в основном, натуру там, или еще что-то, то есть, я как бы набрасывал себе лайном, а потом заливал это все штрихами, то потом, когда я открыл для себя все это CG, и этот, так, я тут руками махаю, никто не видит, когда я разговариваю, когда он только мышкой был махать, когда я открыл для себя все это CG, то есть, я начал больше от пятна идти, потому что было легче поймать силуэт, все вот это вот, весь этот вот момент, которым все всегда говорят, важный, да, вот, потом я себе поставил челлендж, опять вернуться к лайну, и сразу учитывать этот силуэт, и если он там что-то как-то не очень выглядит, то сразу его и править, просто это момент разнообразия для меня, и мне почему, так, мне тут что-то клаши залипают, ну, мне кажется, что мультяшные всякие штуки, такие, не знаю, потому что не для геймдева, как для этого, они гораздо легче их в лайне делать, чем в пятне, ну, то есть, ты такой рисуешь, там, рисуешь этот треугольник, да, там какой-то, треугольник в треугольнике, прямоугольник, квадрат, две ножки прямые там, да, ну, вот твой силуэт, да, то есть, тебе не нужно его рисовать в пятне, чтобы четко понимать, когда, когда вот, когда рисуешь что-то более реалистичное, там, какие-то рыцари, там, да, или, там, не знаю, киборгов, да, то там очень много деталей, он сложный сам по себе, по силуэту, по характеру, подерками махают, вот, и понятное дело, что там лучше всего от лайн, вернее, от пятна, и, как бы, в работе, когда мне приходилось там какие-то троллей рисовать, для фантастивного проекта, я, конечно же, от пятна рисовал, вот, ну, в лайн, он, ну, я не знаю, там, как бы, очень много разных мнений, да, там, кому-то кажется, лайн сложнее, кому-то легче, а наоборот, кому-то от пятна сложнее работать, это все тоже дело практики, ну, интересно уметь так и так. Ну, плюс еще, что-то у меня с обновлением системы начали клавиши залипать, никто не знает, что в маке может быть такое. Я обновился вчера, и все в порядке. Да, я думал, что либо это клава. У нас с тобой одинаковые ноутбуки, поэтому я не думаю, это просто глюк, попробую сбросить. Я даже вчера фотошоп снес и поставил заново, и все равно какая-то фигня. То есть, я вот сейчас альт зажал, тот, который альт у меня на работе один, да, и потом я поставил себе даже расплату, как на Индии, а вот он до сих пор двигается. Вернее, надо еще раз сказать, чтобы он отжался. Вроде только в фотошопе такое, я не мог понять. Вчера весь вечер. Это точно что-то локальное. Поставь новый фотошоп, самый-самый новый. Там ребятки в чате, да, там просто ребятки в чате упоминали про новую пластику, про которую все слышали, но никто не видел, где можно делать маску лица, изменять выражение лица и так далее. Да, можем попробовать. У меня есть фотошоп. Да. Я тоже не пробовал. Я видел. Не пробовал еще, я уже попробовал, и я в восторге. А, ну я видел, Валик пробовал на работе. Да, она шикарная абсолютно. Вот Валик сейчас нас смотрит. Привет, Валик. Да. Не, я просто, я-то просто думал, что вы там все в офисе сидите. Знаешь, у меня какая-то картина, короче, установилась, что дело в том, что ребята, которые у нас до этого были, они стримили из офиса, я знаю, вот вконтакте лучше не лезть и в гугл тоже не лезть. Собственно, мне сложилась такая картина, что, короче, когда кто-то из художников стримит ваших, то все остальные просто сидят на соседних рабочих местах и слушают, и смотрят, и что-то там пытаются сделать или сказать. Не, я дома сейчас. Я думал пойти в офис, но я делал свою презентацию в Keynote, она оказалась больше 3 гигабайт, а уж можно там типа через облако это все сделать. Вот, в общем, короче, облако пропускает только 1 гигабайт. И пришлось дома. Вот, ребят, дам свои комментарии на тему пластики, вы сейчас как раз видите на своих экранах, то есть, по сути, в фотошип появилась так называемая интеллектуальная пластика, которая делает очень мягкий софт-глюр по границам, она определяет лицо, причем, как мы экспериментировали, в том числе с картинками, и более того, даже с монстряками, то есть, монстрякам вообще можно задать, где там у них глаз, то есть, вы просто кривыми, насколько я помню, задаете глаза, рот, нос и так далее, и все прочее, и это может быть тоже поправлено. Вот, поэтому фотобашинг уже на новом уровне, на таком, более продвинутом. В следующем фотошипе, кстати говоря, реанонсировали, была такая новость, но она не новость, как это в Твиттере кто-то говорил, о том, что там будет такая тема, как нечто вроде полигональной маски, то есть, как вот топология, да, то есть, ты на 2D рисунок делаешь такую примитивную, как бы, болванку, и уже ее передвигаешь, она также будет меняться очень плавно, то есть, будут развиваться границы, границы, да, то есть, представь себе, что у тебя голова персонажа, там, например, надо переделать форму, вот, и ты просто говоришь, там, вот это у нее 6 глаз, вот это у нее там двое ушей и так далее, и делаешь примитивную сетку, но при всем при этом, вот этот Liquify, он делается достаточно естественно. Почти N-Hatone получилось. Ну, не обижай N-Hatone, красивая. Да, все движется к тому, что скоро появится одна кнопка сделать красиво, про которую все так смеются, но все эти нейронные сети. Да, нейронные сети, ты видел, что нейронные сети делают с фотографиями вообще. Я когда увидел именно на практике, это происходит, я офигел. То есть, для тех наших подписчиков, которые не знают, CGSpeak у нас же еще образовательно-познавательный, вот взяли разблюренную фотку, то есть, действительно, плохо разблюренную. Вы помните, вот как в фильмах 90-х было, шпионских, там, плохо видно лицо, давайте мы его, типа, отсканируем. Ну, понятное дело, все шутили, что это невозможно сделать, а сейчас реально взяли такую разблюренную фотку, и нейросеть просто взяла и сделала ее офигенно четкой. А похоже получился? Да. Человечек получился похожим? В смысле, который был на фотографии изображен, то вот прям он, как есть и появился. Не фига себе. В том-то и дело, что меня это пугает, что нейросеть, ну, то есть, там была специально обученная нейросеть, которая как раз практиковалась, и показывали серии правильные результаты, то есть, там была целая статья, если не ознакомился, что там вот этот алгоритм, обучили, то есть, там сидел человек и говорил ему, вот это похоже, вот это не похоже, вот это не похоже, вот это похоже, и там, так условно говоря, 500 раз. И после 500-го раза все, начала сама делать. Так что теперь вынесете хреновую, ну, вынесете просто хреновую картинку, не знаю, с фото башем и так далее, блюрите ее, или просто отдаете нейросети, она за вас нарисует все красиво. Ну, да, это как сейчас есть всякие там в браузере подборки там космических кораблей, ты просто нажимаешь на почку, баллоночки тебе делают, а тут наоборот, ты делаешь баллоночку, а тебе все остальное дорисовывается, ты с этим соглашаешься или нет. Интересно. Да, а кстати, ты про какие подборки говорил, может нашим зрителям было бы интересно. Я их, если найду, я себе там постчу свою секретную группу, я могу скинуть эту ссылочку. я свою секретную группу. Вот, и, нет, там группа для одного человека. мы все брали. Вот, ну, в общем, короче, я скину эту ссылочку, потому что я не помню, как это называется, я туда обычно спихиваю всякое, всякие дела, которые меня впечатлили, а потом никогда их не смотрю. Ну, это, наверное, частая проблема и у многих. Алис, мне пришла на ум мысль то, что через пару лет мы с тобой будем просто делать стрим с нейросетью, короче, у человека. Посмотришь, у нас нейросеть FN2038, вот, и все. Это моя Люся, для всех вышек, для прощения. Или просто она. Симона. Не, серьезно, я просто думаю, что рано или поздно это все вы отскатите. Будет, кстати, на самом деле, круто. Я представлю себе лица всех тех художников, которые, да, которым будет плохо. Окей, че? Да, тут мы в Кубе у нас очень часто рассуждаем на тему, что мы скоро все станем не нужны. Ну, типа, такие друг друга пугаем и смеемся с этого. Но, по факту, как бы, это довольно такая глубокая тема, мне кажется. Ну, то есть, мне кажется, что полностью творческую работу невозможно заменить. То есть, все равно нужен будет какой-то, какая-то группа людей, которая будет говорить о том, что это так или это не так. И, да, конечно, там, многие там потеряют работу, но не все. Поэтому нужно работать, не знаю, это будет в нашем веке, застанет нас это или нет, или мы уже будем старыми дедами и про это вообще не париться, просто почивать на лаврах славы какой-нибудь или, или наоборот, не слава и умирать там в неведении. Поэтому... Я на самом деле с Алисой придумала здесь, знаешь, такой нескончаемый бизнес, когда у нас на стриме будет нейросети, которые будут умнее нас, и поэтому мы не сможем, да, все сделать. У нас и вопросы будут задавать нейросети, мы просто зарегистрируем свои нейросети, она будет задавать умные вопросы, и у нас не закончится ничего. Да еще не изучили даже мозг человека настолько, чтобы, блин, можно было делать нейросети. мне кажется, это просто чисто имхо, которые будут крутые. Так, переустановил вчера фотошоп, мне послетали все мои горячие клавиши. Теперь надо же вспомнить, где находится этот rotation. Уже сколько лет пользуюсь горячей клавишей, все позабывал. Ладно, флипну так, вручную. Вот, да, следующий вопрос. Оставай, Леша. Опять на меня все слил. Нет, нет, не хочу, не буду. Ладно, кроме шуток. Давай, давай, расслабься. Расскажи, пожалуйста, чуть подробнее, так, не перебивай мне. Расскажи, пожалуйста, чуть подробнее про то, что вы поняли про тон. Сейчас как раз его осваиваю и очень удручаю, что объемы не получаются достаточно объемными. Вот, перед этим ремарчику хотелось сделать, что к тебе все обращаются на вы. Ой, может это потому, что я но вы старались там во время своего месседжа говорить. Ну, я там, правда, и тыкал, не знаю. Ты ко многим обращаешься. Нет, я просто заметила интересную тенденцию, забавно, конечно. Ну, да, прости, пожалуйста, расскажи нам про тон, что ты про него понял и что хочешь посоветовать с ребятами. Ну, я понял про него то, что это супер офигеть, какая важная вещь в работе и я могу посоветовать такой один, такой один приемчик. я проходил курс Color and Light на СиДжейме и там было задание такое. Нужно было взять картину художника, кадр из фильма и еще что-то, пару картин художников старых, каких-то мастеров, не совсем старых, пару кадров из фильма и пару картинок нарисовать своих. и задача состояла в том, что нужно взять сейчас я включу вот эту штуку RGB, нет, не RGB, это illustration brightness, нужно взять эту палитру и сделать себе 10 свочей, так, 10 кружочков с разной тональной нагрузкой, она будет очень планомерно переходить в белый цвет, так, я сейчас быстренько сделаю, 4, 40, вот, или ладно, я просто теоретически расскажу про это, вот, взять эти свочи вылетел от головы русское название пробнички, не знаю, как это называть, вот, и разложить, выбрать из них каких-то 5 тонов, там, ай, фотошоп, там, 3, нет, такие придется сделать до конца, 3, 30, собрал, 30, странно, а, не, не в ту сторону, 50, вот, нужно выбрать максимум 5 тонов и разложить эту картину, я не помню, можно ли делать грискейльный, или так, по ощущению, наверное, можно, да, взять ее грискейльный, на вот эти вот выбранные 5 оттенков, и чем меньше оттенков будет, тем, тем лучше, мне легче, наверное, показать то, что я делал, то, что это сейчас со мной все рисовать не прикольно, так, это, о, то есть, вот картина, да, и, это, грубо говоря, какая-то как трассировка, но не автоматическим способом, потому что если автоматическим сделаешь, то это, ну, смысл, смысла нет вообще, понимания никакого не придет, это просто будет чит, который тебе вроде помог сделать задачу, но ты нифига не понял, я буду на ты говорить, а то что у меня вопросы на ты спрашивали, потому что на вы это как-то слишком официально, вот, я здесь выбрал пять тонов, и по какому-то своему пониманию, видению, разложил эти штуки, ну, на какие-то простые локальные вещи, там, с максимальным акцентом, где этот, и именно в этой картинке у меня здесь был неправильность в том, что нужно было взять еще, разложить, ну, облака, то есть слишком простая получилась, вот, и следующее, это же самое, вот портрет, здесь все, все понравилось преподавателю, и как бы все, ну, в общем-то, тоже показательно, да, есть в фотошопе, вот этот, то ли трейсинг, то ли еще что-то, который раскладывает, в общем, это нужно сделать вручную, и сделать несколько раз, для того, чтобы понять, тут тоже вот пять тонов, и оно все разложено, и, в общем-то, там, при уменьшении, при уменьшении, ай, промазал, где эта штука делась, нет, то, оно, в общем-то, продолжает работать, ну, там, конечно же, вещи края, потому что, вот, ну, либо я что-то неправильно сделал, ну, в общем, пастеризация, вот, вспомнил, да, Ксюша подсказывает. Да, у меня так, точно так же и сказала, вот, она мне просто тоже художник, вот, ну, 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 то же самое, то есть, картина, и какая-то эта интерпретация, то есть, вот это упражнение очень сильно поможет разобраться в, в тональных отношениях, когда есть ограниченная палитра, потому что, чем больше, чем больше спектр вот этих вот от нуля до десяти, до ста, да, тем сложнее в этой все каше разобраться. Когда ты себя ограничиваешь, ты, ну, во-первых, мыслительный процесс включается, там, например, вот, Хиру Хамада бежит, попадает в тень, да, и здесь он абсолютно сливается с ней, то есть, ну, это более правильно, чем если бы я добавил еще один тон, там, и отделил его, потому что он тут немножко светлее, там, от этого, просто это лишние какие-то вот оттенки, они сбивают, а так, ну, ты сделал, да, эту пастеризацию, и смотришь, да, работает оно или не работает в уменьшении. Ну, я опять-таки говорю, там, резкие края, понятное дело, что это количество тонов, да, это не столь важно, насколько важно, ты смотришь и воспринимаешь мальчика практически так же, как, ну, в уменьшенной картинке, так же, как и в оригинале. Вот. Потом я, то, что нужно было самому придумать, там, ты рисовал, и, как бы, тоже использовать, ну, из головы, там, что-то взять и нарисовать, тоже в максимум, в пять оттенков, вот, натюрморт, да, ну, либо, вот, то есть, картинка. Кстати, потом вот это же упражнение, по курсу нам рассказывали, что вот из этих, эти оттенков легко выбрать и сделать цветовую, как это, color scripting, то есть, ты просто пипеткой выбираешь все оттенки, например, ну, вот это, ну, или не пипеткой, этим color, скажем, выделением цвета, да, и просто заливаешь, там, копа, и все, и небо стало синее, там, копа, там, облака, ну, как бы выделение работает, и ты, как бы, в пределах этого. Получаются очень довольно быстрые, интересные штуки, ты можешь из одной картинки сделать сразу несколько, при этом, ну, как постоянно флипаться в grayscale, чтобы проверять, ну, насколько все оно работает. По тону не промахиваешься ли я, поскольку у тебя всего несколько тонов, всего пять оттенков, ты точно не промахнешься. Вот. Я надеюсь, я ответил на вопрос. По тону. Вполне ответил, да, отличный ответ. Так, следующий вопрос. Заспойлерил урок. Не, на самом деле не спойлер, его уже многие скачали. да. Просто, знаешь, это как закон подлости, когда ты что-то скачаешь, да, ты, ну, мало людей, которые могут взять это и использовать. Ну, как досталось тебе бесплатно, там, да, и все, ты, а ну, полежит, как-нибудь посмотрю. А когда ты, там, платишь за урок деньги, когда у тебя есть менторшип, преподавателя, это совсем, ну, другой experience, потому что ты можешь что-то там себе понять, что-то недопонять, а в итоге, в итоге недопонял, там, и тебе, ну, не поправили вовремя. Ну, в общем, я рекомендую, ну, да, как бы скачать для общего понимания, это хорошо, но это тот же момент, когда я говорил про наставника, да, который может направить правильно или неправильно. то есть, то есть ты не в собственной каше варишься, а кто-то тебе советует. Советует по определенным причинам, не потому что так надо, а потому что она так работает. Хорошо, отлично. Мне нравится очень вопрос от Вик, как сделать персонажа более выразительным, на что нужно уделять больше внимания, на какие детали внешности одежды, как не запутаться и не погрязать в ненужных мелочах? Отличный вопрос, по-моему. Да, хороший вопрос. Единственное, что тут еще как бы есть такой момент, в какой стилистике этот персонаж, если он там мультяшный и гротескный, да, то выразительность, ну, довольно легко можно добиться, там, утрируя какие-то формы, там, большие руки делать, там, изгибы, там, какие-то очень широкие брови, там, или еще что-то такое. И если это мультяшный персонаж, то, еще и для мультика, например, то там в детали тоже сильно нельзя вдаваться, потому что это все потом на анимации вылазит, и, ну, ты стараешься максимально лаконично решать всякие подобные проблемы, чтобы оно вроде детализированное было, но в то же время не очень. Вот, если это персонаж, там, более какой-то реалистичный, с кучей деталей, там, для геймдэва, да, где детали очень важны для образа, для характера, то, так, у меня вылетела задача, вопрос, как там он звучал, в плане, как добиться выразительности, да? Там скорее был вопрос, да, как не погрязать в мелочах, и когда будет добиться выразительности в персонажа, в самом вот... Характера. Ага, в характере. я вот недавно проводил, недавно летом, вебинар, там, по поводу, кто же мой такой первый опыт был, поэтому я там запинаюсь много, по поводу эмоций и жестов, там, вот, и я считаю, что очень важно для выразительности персонажа использовать максимальные знания и изучать о боди-лэнгвидже, потому что, ну, то положение тела, которое, которое мы даем персонажу, очень сильно влияет на его характер, да, конечно, там, в дизайне, то есть, на самом деле, вообще, без дизайна практически, ну, не то, что без дизайна, да, там, без кучи мелочей, в которых важна погрязность, можно вообще на 100% передать характер только за счет его позы, да, там, из каких-то простых примитивов, ну, примитивных каких-то элементов, там, если, например, это у нас, какой-нибудь монах, да, там, у него туника, по сути, там, дырка для головы, и все, ну, например, нужно такого монаха нарисовать, да, и, ну, где тут дизайн, ты разве что можешь там, там, крой какой-то сделать, там, прорезь для рук, там, да, какие-то, вот, но, если этого монаха, там, поставить в какую-то более, такую скрюченную позу, да, там, чтобы он так, еще так, поворачивался такой, в этой своей штуке, вот, то у него гораздо больше появится характера, даже, ну, без этих деталей, без всех, ну, то есть, body language, я задел, дело, это, ну, колоссальная штука, для передачи характера, вообще, без деталей, ну, ну, как по мне, вот, ну, а, насчет, чтобы не погрузнуть в деталях, это просто надо тоже себя как-то ограничивать и практик, ну, практиковать, тренировать, делать упрощенные вещи, даже если это какие-то реалистичные в итоге должны быть, то максимально просто их решать, то есть идти от общего, не от деталей, а к деталям через какие-то большие отношения, вот камеши залипают, смотри, так, вопрос, и? А, я, ты прям этот просто, обычно задаешь, не заканчивается, прям, нескончаемый поток мыслей, нет, сейчас ты будешь заканчивать нескончаемый поток мыслей, сейчас ты будешь задавать, ты тоже можешь, я знаю, спрашивать про твое расписание дня, но на самом деле спрашивают о твоем рабочем дне, в плариуме, нет, мне определенно кажется, что эта кампания нам уже задолжала, нет, ну, серьезно, на самом деле просит тебя рассказать о типичном рабочем дне, можешь вот сейчас рассказать, как сказать, со всей подробностью, насколько тебя хватит, можешь напугать людей. Не, ну, на самом деле, как бы, утро начинается с завтрака, у нас там, я могу рекламу, да, делать сейчас откровенно, да? Да. Официально, отвечаю на вопрос, да. Нет, конечно, ну, да, у нас там на кухне завтраки, сейчас они стали, чуть легче, чем раньше, потому что пошла большая тенденция айтишников по правлению, да, сейчас у нас более легкие, в плане там, всякие сырочки, творожочки, вот, ну, неважно, то есть, сначала завтрак, кофе, потом много арт-стейшена, много обсуждений хороших и плохих артов, всем кубом, то есть, это прямо уже как ритуал целый, да, вот, и потом начинается работа, какой-то ресерч, ну, непосредственно по задачам, вот, ой, 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 вот, да, Ксюша мне еще подскажет, что она сейчас смотрит стрим на айпаде, там, в тройкомнате, в общем, у нас с 10 утра начинается рабочий день, я забыл сказать об этом, да, заканчивается в 8.30, вот, в общем, короче, начинается ресерч, всяких моментов, там, сбор референсов, референсов, если они есть, то это просто начинается работа над, над задачей, да, там, ну, как бы на самом деле, ну, я не сказал бы, что именно сам рабочий процесс как-то там, грубо говоря, сильно отличается от, ну, повседневный, да, там, бывают какие-то, может, иногда исключения, там, или еще что-нибудь, 18.30 заканчивается, да, вот, поэтому, самая большая прелесть работы в большой компании, это работа с теми людьми, которые там есть, и, как бы, вот это вот общение, то есть даже те же обсуждения какие-то, которые мы обсуждаем тут, ArtStation, они очень многому могут научить, потому что кому-то что-то одно нравится, кому-то что-то другое, то есть это чуть ли не одно из самых полезных вообще в расписании нашего рабочего дня, времени, хотя оно кажется какое-то бугагашечное, там, и приходят сообщения, вот, вроде бы несерьезное, да, но на самом деле, ну, как я считаю, это довольно, ну, круто, такой интерактивчик получается, вот, ну, работа, в конце дня, раньше у нас была практика, сейчас это немножко пересталось, перестали делать, мы там ходили в игровую, и еще часика полтора-два, там, играли в Mortal Kombat, и тоже бурно общались, и усилились, некоторые иногда ходят кино смотреть, у нас там кинотеатр есть, на предпоследнем этаже, которые думают, что любое кино загрузить на флешке и посмотреть, вот, ну, что-то такое, да, не знаю, ну, из повседневного обычного дня, так оно, вполне тривиально, не знаю, что ли. Нет, все равно, в любом случае, спасибо тебе большое, что ответил на вопрос, а ты бы сказал, что типа, а, допрос. Да, вопрос, это нормально, мне кажется, обычный вопрос, и интересно отвечать, рассказывать. Я вообще открытый человек, вы можете меня спрашивать, все, кроме зарплаты, потому что корпоративная тайна, все дела. Блин. Нет, все нормально, все нормально, не волнуйся, мы уже в курсе, не ты первый, а не ты последний, кто приходит к нам из Плариума. Ну, кстати, насчет Плариума, по сути, ты профессионально начал рисовать в компании, да? Да. А перед тем, как попасть сюда, ты был Джуном, или... Тогда-то таких понятий вообще не было. Да, конечно, 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 был Джуном, ну, я не знаю, у нас на самом деле до сих пор как-то не котируется вот этот вот момент, то есть там в HR-команде пытаются распределить там какой этот Джун, там не Джун, но у нас в кубике это не... ну, то есть ты ходишь и не знаешь, там ты Джун или не Джун, там, ты Миддл или Синер. Как Валя говорит, у нас в кубике все Синеры. Ясно, понятно, да, говорят, классные люди работают и так далее. Ну, я даже не знаю, вот просто спрашивают опять-таки про расписание, почему спрашивали, чтобы, там, я трачу на рисование в день столько-то часов. Надо вот разговор о том, как в будущем будут отвечать на наших стримах, как готовиться к ним будет и так далее. Скажи, пожалуйста, вот сколько в граммах в часах? Часы. Часы есть, но больше нет. Ну, оно же просто все так растет. Только ты не рисуешь в день, ладно, я упрощу. Да не, я могу и так ответить. Ну, я как бы не могу прямо тут точно высчитать эту формулу, потому что оно бывает по-разному, бывает ты как в парень и сел, тебе по кайфу, да, бывает всяких много отвлеканий, которые тоже очень полезны, о которых я только сговорил, там, те же бугагашечки, какие-то там обсуждалочки. Удача, неудача. Вот. Бывает, ты работаешь, вообще там чуть ли не семь часов и вообще встать не можешь, вернее, не можешь, а не хочешь просто, да, то есть тебе по кайфу, ты сидишь и кайфуешь. Вот. Когда там задача чуть сложнее, это просто психологически получается, ну, сложнее в плане, там, такого не делал, да, там, то ты больше тратишь время на какой-то ресерч, потому что, ну, ты не знаешь, это вот я, например, там, с environment мало было до этого связано, мне очень интересно этим заняться. Вот. И, ну, я очень много всякого смотрю, смотрю какие-то работы, какие-то решения, какие-то эти референсы, там, или всякое такое вот, то, что могло бы повлиять как-то на мою работу. И в этот момент я не рисую, да, и в такие, в такие дни, там, когда у меня какая-то задача, ну, нестандартная, да, то есть я могу рисовать четыре часа, или, или сколько-то там. А бывает так, что там, ну, ты меня болел вот недавно, и ты такой весь день сидишь, смотришь, потом я, наверное, в следующий день просто не пошел на работу, потому что нужно было отлежаться. Вот. Сидишь, смотришь какие-то вещи, пытаешься вдохновиться, а потом за последние два часа делаешь то, что мог бы за день сделать, как-то типа собрался и сделал, либо не сделал. Ну, то есть это не то, что ты знаешь, как робот, ты сидишь и фигачишь, фигачишь, фигачишь. Ну, все, ну, зависит от, ну, от задачи, от того, насколько ты знаешь работу с этой задачей. Спасибо большое. Отлично, просто нет такого, что там, типа, я сижу, рисую 10, сколько ребята говорили, 24 часа в день, и потом я снова рисую. Три дня так порисуешь, и потом точно день не будет рисовать, потому что устал. Уже миллион всяких классных этих, как не теорий, а подмеченностей, да, там про манну, про жизненные силы, да, то есть так вот порисуешь 24 часа в день, и все, и потом восстанавливаешься три недели, и кто в итоге выигрыш, и кто рисует два часа в день, того, чему нравится, там, пять часов в день, того, что надо рисовать, я не говорю, что не нравится, а просто другое рисовать, да, то есть мне, например, мне нравится то, что я на работе рисую, и мне это интересно, ну, она там реалистичная сейчас, хардкорная стилистика, там, все дела, вот, но мне, как бы, для души приятнее рисовать, там, мультяхи, и, руками опять махаю, вот, и, как бы, ты там посидел, порисовал, и потом приходишь домой с абсолютно другим энтузиазмом, начинаешь продолжать рисовать, а то там уже как получится, либо ты два часа посидишь после работы, что ж, с этими клавишами, либо ты этот, до двух часов ночи сидишь, и мучаешь мою жену светом, от рабочего стола, но она мне молодец, я ее очень люблю, и она меня всегда в этих поддержках, вот, когда мы эти концепты артисты РПГ, я участвовал, этот каждый день было до двух часов ночи, там же ограничения по времени, очень, кстати, хорошее время, с этими ограничениями, это вообще круто. Ну, именно благодаря этому тебя, и ты, тебя и сильные помощи заметили, поэтому у тебя были лучшие, наверное, концепты вообще. Ага, спасибо. Вот, и это постоянно было супер допоздна, но мне никто ничего не говорил, наоборот, даже поддерживал, давай, Андрей, молодец, у тебя хорошо получается, вот, спасибо ей. Ксюша, спасибо, я знаю, ты меня смотришь на кухню. Ей, да, спасибо, Ксюша, и вот про жизненные силы, тут, можно сказать, такие вопросы появляются, вот как новичку сейчас справляться с огромным потоком информации, то есть, сейчас очень много, да, различные, и необходимые, и не очень информации по рисованию, то есть, композиция, свет, свет, понятное дело, все это, и еще и техника есть, и программа есть, и процессы есть, и, не знаю, еще что-то есть, и получается, каша в голове, да, что, вот, как в себе компас какой-то в себе выработать, с которым тебе поговорить? Вот, прямо, ты только что ответила на вопрос насчет компаса, я даже, ну, хотел сказать, если бы был вопрос там, типа, что посоветуешь новичку, это уже, наверное, такой должен быть вопрос, да, вот, я бы посоветовал новичку больше планировать, ай, клавиша залипает, больше планировать, потому что, ну, не стихийно кидаться, да, там, и что-то делать, а, ну, сесть и составить план, что нужно сделать, или чего я хочу, в какую сторону я хочу двигаться, то есть, выставить для себя этот компас, и когда есть четкое направление, куда тебе нужно двигаться, куда тебе нравится, ну, например, мне нравится мультяшная стилистика, да, там, я хочу в эту сторону развиваться, то это уже очень хорошо сегментировался этот круг спектральный, да, куда можно рассеиваться, и ты начинаешь много мониторить всего по этой стилистике, да, там, кто в чем рисует, в какой программе, в какой программе это делать легче, в какой это сложнее, там, отсеиваешь, ох, ребята, мне что-то рисовать, получается очень плохо с клавиатурой, надо будет починить, ну, в смысле, оно тут не мешает, вот, извиняюсь, и когда есть какой-то план, там, я сейчас освою, там, стилизацию, да, то ты уже точно не будешь заниматься рендером, ну, ты будешь заниматься какими-то шейпами, там, какой-то массами, там, которые большие, маленькие, и, ну, это уже точно ограничит в, вот в этом размере, в сбеге, то есть, ну, очень важно планировать, если, ну, планировать вообще всегда очень важно, потому что, я, например, тот же концепт артист РПГ, в связи с небольшим количеством времени, который выделяется, я просто один день, вернее, когда я там узнал, то, какая тема будет, я не помню, это сразу с конкурсом, или чуть заранее было, в общем, я, короче, нарисовал всех персонажей наперед, на бумажечке, и, потом там что-то поменялось, конечно, но, тем не менее, у меня уже с самого начала было какое-то представление о том, в какую сторону я хочу двигаться, и что я хочу сказать в этих картинках, и это очень сильно помогло не сдаться, потому что первый конкурс, я там как бы представился, себе в голове держал, и рисовал, потом уже начал забывать, что я там сильно представлял, сначала когда стилистика пошла в другую сторону, мне очень помогло это планирование наперед, сфокусироваться и двигаться в нужную цель, так, там можно чуть-чуть что-то подвигать, ты что-то узнал более интересное, то есть человек туда планирует, чтобы не рассеиваться, узнал, что в такой-то программе гораздо прикольнее, вернее, удобнее рисовать такие-то вещи, начинаешь изучать эту программу, но все как бы ради твоей общей главной цели. Ах, черт, я стер кисточку. Да, я уже готов к тебе всем делам. Вот. Надо что-то делать с фотошопом. В общем, короче, просто нужно планировать и четко для себя осознавать, куда хочется двигаться. Бывает так, что ты хочешь все и сразу, да, там, хочешь и так, и сяк, ну, в этом случае лучше, лучше для себя определиться, чего хочется больше, да, там, и если чего-то хочется больше, там, реалистичная стилистика, там, или фэнтезийная стилистика, двигаться, то, собственно, поставить себе приоритет. Я, мне нравится фэнтезийная, но хочу в целом и сайфайчик изучать, да, и больше работать с фэнтезийной, да, сайфай уже анализировать на фоне фэнтези, там. Пошмар. Вот, ну, в общем, да, такой ответ. Надеюсь, понятно объяснение. Ким, я была понятна, я думаю, что если ребятам что-то понятно, они зададут еще раз вопрос, мы обычно будем монократизировать, так что... Ох, так, ну, тут достаточно частый такой вопрос, ты говорил про вдохновение, вообще, в принципе, про путешествия и про... говорил про мультики, что скажешь про книги, какие любимые, что недавно читал и так далее, если вернуться в вдохновение, именно как в вдохновение для художника? Я... Ну, мне вообще нравится какая-то такая чуть-чуть детективная литература, я не знаю, может, там, меня сейчас тряпками закидают, там, или, там, книголюбы, ну, я вообще, на самом деле, не читаю, я слушаю книги, потому что, ну, мне, например, ну, нормально заходит, я могу и рисовать, и слушать, вот. Последнее, что я читал, это Дана Брауна, слушал, вернее, этот, Инферно, вот, и прослушал все его книжки, мне очень нравится такой подход в литературе, когда используют реальные какие-то локации, и в них завязывают историю, также мне очень нравился, там, раньше я увлекался, не знаю, рассказами, вернее, романами Акунина про Фондорина, Шерлок Омс, мне тоже очень нравился, вот, и просто там я, как бы, для себя тоже черпал вдохновение, но немножко в другом ключе, скорее не в рисовательном, а в плане сочинения истории, я еще немного увлекаюсь историей Харькова, города, в котором я живу, у меня даже есть паблик ВКонтакте, самый большой на тему истории, ну, мне нравится, дореволюционный период, и я его основывал еще с оглядками на то, что когда-нибудь я придумаю своего персонажа, типа Фондорина или Шерлока Холмса, который жил в Харькове, и вплету его в канву, в канву этой истории своей, и совсем недавно я даже начал подвижки в эту сторону, может помнить, я сейчас покажу, это вот детектив, кстати, как раз Райан Ланг, это я выписывал художника, чтобы не позориться, все меня спросят список, и, в общем, рассказать, вот, вот это вот парень, это должен, будущий житель старого Харькова, детектив, и все такое, вот, и у меня в планах, я правда не знаю, когда я к этому приступлю, сделать, типа, как видеокомикс такой, вот как, как это делали в Близзард, с орками, вот что-то типа такого, только может быть немножко проще, больше, что-то соединить историю Макса Пейса, на, ну, там, как у него эти комиксы всплывали, да, и немножко их оживить, я там даже какое-то время разбирался с Афтер-эффектом, вот, и, ну, в общем, в книгах я именно в такую сторону, у меня вдохновение работает на сочинение каких-то своих историй, но мне немножко это сложно, я в стори-теллинге постоянно вижу какие-то ключевые моменты, а сложно с деталями, ну, скорее всего, потому что я просто не занимаюсь литературой, профессионально, вот, в общем, как бы, увязывать историю, я вот, ну, мне тоже нравится, всякая комиксная стилистика, и, правда, комиксов не очень много читал в детстве, какие были, какие мне покупали, те я читал, там были какие-то про лесных всадников, про эльфов, сага о лесных всадниках, сейчас смотри, такие... Про лесных всадниках, это же классика, вообще просто... Во, я там тащился, у меня тоже были... это, правда, Эльф-квест называется, да, в оригинале. Эльф-квест, Эльф-квест, да, 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 да. Это появление правильно. Там Q большая была, Эльф-квест. Да, это же вообще просто, их сейчас не найти, между прочим. Ну, у меня все есть, кроме первого. Кроме первого. У тебя есть все? Кроме первого. Так, где ты живешь, скажи, пожалуйста. Не скажу. В Харькове. Вот. Кроме первого... Нет, я знаю, что в Харькове. Кроме первого, потому что первый появился моего друга-соседа, который мне дал почитать его. Этот комикс почитала моя мама и пошла, купила все остальные. Кроме первого. Слушай, у тебя отличная мама просто вообще. Ну, ей понравилось, и она, короче, зашла в тему этой истории, в общем, ей было интересно читать дальше. Ну, вернее, там не все остальные, там, по очереди не выходили, там, вот, как бы с выходами мы их покупали. Вот, поэтому первого у меня нет выпуска. Окейшки. Так, ну, пробежимся еще по вопросам, Алис, как? У нас осталось полчаса. Да, полчаса, это еще. Ой, как же это сделать? Я еще раз извиняюсь, что я тут так плохо рисую, потому что у меня что-то, какая-то совсем беда с клавиатурой, я не могу быстро. Я даже понял, что я, в принципе, разговариваю и рисую, и это не так сложно, как мне казалось. Вот, но проблема в другом сейчас. Может, конечно, я оправдываюсь, может, у меня руки кривые, сейчас должны посыпаться труболожные вопросы. Да? Нет, они уже были, ты не волнуйся, если что, мы защитим тебя от них. Хорошо. Ну, или вместе посмеемся, посмотрим. Ты знаешь, как азиаты пикают цитаты для иллюстрации? Я вот, нет, говорит Бибок. У них там такой хаос, но при этом выглядит очень сочно. Спасите, говорит он, но ты не знаешь ответ на этот вопрос, поэтому... Нет, я с азиатами не знаю, ну, как бы там, просто смотря, ну, мне было глянуть на картинку, обычно, как бы, бывает сочина там, да, но, ну, каша, да, и это как бы не очень хорошо, можно сделать сочина и не кашу. Вот. Я, да, наверное, я просто не совсем знаю, что вопрос, вернее, как ответить, потому что не совсем знаю, не в теме, короче, азиатской. Но я, азиаты скоро тоже захватят мир. Сначала азиаты, потом искусственный интеллект. Либо это произойдет сразу, как только... Азиатский искусственный интеллект. Да, ну, почему бы и нет. Так, можно слушать вопросы, вопросы. В следующем, да. Алиса так намекает, да? Ну, как бы, должна же я тебе вернуть, должок. Ох, ну ладно, хорошо. Тут много вопросов вообще было, о проекте мечты много спрашивали, вот. Ну, а если бы вообще, вот тебе не нужно было зарабатывать деньги, чем бы ты занимался? Проект? Профессорировал бы книгу, книгу, комикс или что-нибудь еще? Я бы занялся мультипликацией. Имеется тут как пиксаровской, да? Да, да, то есть, ну, проект мечты, поработать над каким-то мировым проектом. Ну, не знаю, как бы своим или своим мировым сложнее, а мне бы очень хотелось поучаствовать в разработке какого-нибудь мультика, который делает либо Pixar, либо Disney, либо DreamWorks. Хотя бы швабру нарисовать, концепт швабры. Не, больше, конечно, хотелось бы, чем концепт швабры, но все равно. Да, просто пик мечтаний, так как концепт швабры для Disney. Да, да. Нет, это не годится, не годится. Сотрем. Это как у нас, по-моему, Денис Помпуха шутил, что проект мечты проработать уборщиком в студии Disney. У тебя чуть-чуть выше, да, что концепт швабры. Вот это амбиции просто, я бы сказала. Не, я потом поправился, не надо. Не, ну, на самом деле, ну, очень хотелось бы в чем-то таком поучаствовать. Может быть, даже не полнометражка какая-нибудь, может быть, мультсериал, но я не знаю, как-то тянет на мультяхи. Тянет и все. Вот, я даже сейчас начал свой типа, типа, проектик, да, ну, как бы просто фрагмент работы. Я могу его заспойлерить немного. Короче, недавно ходил в барбершоп, и там у меня стрих офигенно выразительный чувак. И, ну, я его заприметил еще позапрошлый раз, а в этот раз он у меня стрих, и мы с ним даже там пообщались немного, он такой весь с набитыми татухами, с усами, и я, в общем, короче, смотрел на него, думал, надо тебя нарисовать в виде персонажа барбершопера, такого, барбера. Вот, сейчас я погожу. Я вот, собственно, набросал, а, господи, кнопки залипают. У вас тоже теперь везде барбершоп, мне жаль. Вот. И я его, как бы, там, немножко стилизовать хотел, собственно, что и сделал, и вот в этой такой флетовой стилистике, в общем, тренируюсь, даже логотип придумал, вот, и хочу, как бы, такой мини-проектик, там, его рабочее место, там, этот, ну, так, чтобы это был полный концепт для какой-нибудь анимации с средой. С этим. Ну, и что очень приятно, то, что, ну, то есть, сходил, ты вдохновился реальным референсом, реальным человеком, вот, и вот это тот момент, который, ну, как художник отронул, да, то, что ты хочешь это отобразить. Вот. Будет такой скоро. Дорисую, выложу. Окейшки, хорошо. Так, ну, тогда следующий вопрос. Если бы у тебя появился, если бы у вас появилась возможность получить фидбэк от любого художника в мире, но только от одного, кого бы ты выбрал и почему? Ух, это сложный вопрос. Ну, то есть, я на самом деле для себя не выделяю какого-то конкретного одного художника, там, и типа тут все, это суперпример для подражания. Ну, честно сказать, мне сложно ответить так, чтобы этот ответ удовлетворил. Я просто, ну, не задумывался над этим. Возможно, возможно, потому что я в, как бы, в коллективном, то есть, сейчас работаю вместе, да, там, где много художников, и для меня прикольно слышать мнения сразу нескольких. это уже как бы сразу диссонируется самим вопросом в плане того, что нужно одного конкретного выделить. Ну, как минимум, я бы точно хотел бы какого-то опытного художника, который там, какой-нибудь в индустрии очень давно, и который, знаете, как этот, как шаолинский монаха, да, сначала бы долго прикалывался с тебя, а потом ты раз и понял, что в этих приколах на самом деле глубокая истина. Вот, и я бы искал какого-нибудь подобного старца, гуру опытного, который бы мог направить в правильное русло того, что бы мне было интересно в тот момент. Хорошо, а можно тогда я расширю вопрос? А вот если бы у тебя была возможность пообщаться с любым традиционным художником, даже который умер, вот, но только с одним, кто бы это был? Из традиционных? Да, из традиционных, можно из классических, то есть вот вообще любого. Ну, на данном этапе жизни, когда меня сейчас сильно далеко завел, короче, меня сейчас интересует environment, да, и мне очень нравится работа Шишкина, и я бы у него что-нибудь спросил вот сейчас, но я не могу сказать, что я бы у него все время все спрашивал. ну, то есть я не хочу себя привязывать к конкретному какому-нибудь автору. Вот, ну, наверное так. Да, это, наверное, тоже еще такой вопрос с момента знаний моих, моих знаний имен. Может быть, конечно, если бы я больше на имена смотрел, запоминал, вернее, авторов, чем только на их работы, то было бы гораздо легче ответить. В общем, мне тяжело ответить. Я не хочу, просто тяжело. Тебе таморуты с толпы Гоген, выбирай Гогена. Гогена. Гоген... Не, Гогена не хотел бы. Это, это Гоген, если бы я рисовал... Гогена не обидел. Не, 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 ну, может быть, если бы я рисовал, работал в Disney и рисовал концепты к Муане, да, там, я бы выбрал Гогена, вот там рисовал как раз таких девушек всяких. Твою национальность. Ох, что-то меня мой фотошоп сегодня вообще не хочет слушать. Надо было на работу идти. Да, надо было идти на работу. Надо было бы переделать всю презентацию мою. Вот, можно прошивать дальше? Я извиняюсь, что я не полностью ответил на вопрос. Я тебе говорила, что у нас нет правильных методов. Не, ну, как бы, просто мне нравится, когда, ну, то есть я там задаю вопрос и приятно, когда на него отвечают, да, и человек, может, задал вопрос, ожидал какой-то ответ, и я не говорю, что там, типа, о, сегодня буду отвечать. Просто не удовлетворил какое-то желание в определенном знании. Ну, хорошо, тогда перейдем к более тем. Тут опять-таки спрашивают про максимальную цель в творческом развитии, но вот я не знаю, это совпадает с карьерными, ну, с правильными и прочим. Да, да. Просто я надеюсь, что человек это просто стал как-то одновременно, поэтому... Ну, да, я бы хотел заниматься в анимационной индустрии в перспективе там, когда научусь. Ну, то есть, геймдев меня тоже привлекает, и на самом деле он меня привлекает в плане того, что чем дальше, тем это больше становится похожим на мультик, то есть, на интерактивный мультик, тот же Overwatch, в который я залипал очень многое долго, чем меня и подкупил. Вот, я просто в последнее время в основном мобильные игры играл, и никакие не устанавливал, потому что больше сосредотачивался на учении, чобби, рисовать, понимать, включать, вернее, все понимания у себя развивать, вот, и меньше играл. с одной стороны это играл на приставке или на компе, то есть, у меня был период, когда я много играл, всех хитменов прошел, сейчас, правда, парочка новых вышла, всякие такие триллерные игры, вот, просто, ну, сейчас гейм-индустрия вообще начинает максимально тесно с фильмами соединяться, и это очень интересно, вот, но пока что сегодня мне точно хочется просто мультиком каким-то заняться, хотелось бы. Хорошо. Ой, спрашивают про цветовые гаммы, очень уж хотят узнать, ни один вопрос задается на эту тему, типа про подбор цветов, да? Да-да-да, в работах. Вот, мне с этим сложнее сформулироваться там, по сравнению с тоном, потому что оно как-то все, ну, лично у меня больше на ощущениях каких-то, да, там, пока я учился, мне там рассказывали про всякие, ну, там, в академии, про эти все спектральные вещи, гармоничности, и даже на Color and Light это как-то вскользно, оно как-то, не знаю, я не могу сформулировать это, это надо бы подумать и сформулировать это в какую-то конкретную формулу, да, там, ну, на самом деле, да, вот эти все спектральные оттенки, и вот, из того, что точно могу сказать, что очень похоже с тоном, чем меньше цветов, тем оно выразительнее получается, то же самое, как я говорил, там, типа, максимум 5 тональных оттенков, то в цвете тоже, господи, фотошоп, фотошоп, то в цвете то же самое получается, ну, чем меньше используешь, грубо говоря, красок, тем у тебя более отобранный, слаженный персонаж, да, бытует же все абсолютно правильные правила, правильные правила о количестве цветов персонажа, там, акцентное, основное, второстепенное, там, максимум 3-4 цвета для полной гармонии, да, то есть это все, как бы, Другое дело, как бы, именно в подборе, да, в подборе этих цветов. Ну, тут, тут действительно можно обратиться к спектральному кругу, нет, фотошопе, там, нет, стандарта нету, вот, либо это композитные цвета, которые там, либо это контрастные цвета, ну, то есть, что, смотря, что нужно этим персонажам сказать, там, то есть он, опять же, там, какой-то главный герой, да, использует, ну, и в целом есть какая-то общий бэкграунд истории, да, и на фоне этого общего бэкграунда этот главный герой будет, то есть, если я сейчас лесоруба рисую, да, его общий бэкграунд это, по сути, там, зеленый лес, да, и его выгоднее рисовать там, в красной рубашке, там уже дальше смотришь по моде, там, что там, с красной рубашкой хорошо подходят, там, жинцы там, или еще что-то, вот, если бы он там ходил в осеннем лесу, то его бы лучше было бы изображать там, в этой сине-фиолетовой рубашке, да, чтобы он выделялся максимально, вот, бывают задачи, когда нужно, ну, это, это я насчет бэкграунда истории и главного персонажа, да, там есть второй персонаж, который должен на фоне главного персонажа выглядеть, ну, как контрастно, либо дополнять его, либо, если он там, его, как этот, близкий по духу, либо, если они враждуют, то контрастировать, например, вот, как в университете монстров, да, там, они контрастируют по форме, по своей, но они дополняют друг друга под цветовой гамме, это такой зеленый и, как это правильно, изумрудный, с зелеными пятнышками, а, не зеленые пятнышки, в общем, короче, у них более близкая гамма между, вот, сейчас там на палитре, там этот зеленый монстр, он вот такой, где-то, да, по цвету, байк, вазовский, кошмар, я даже не могу, вот, не могу, потому что слой другой, вот, и салливан, он рядышком, вот, они, вот, если пол сынок, там, ты бежишь буквально, там, на сколько, на 40 этих, нет, даже больше, чуть-чуть, вот такой, то есть, это близкий, да, то есть, один только больше, другой маленький, но так чисто там, для, для контраста, вот, смотря, опять же, какая есть задача, по выбору цвета, если вы абсолютно абстрактно делаете какого-то без бэкграунда, без ничего персонажа, то это, конечно, сложнее, тогда слишком много вопросов получается, как же его покрасить, какой выгоднее, поэтому, тоже один из классических советов, это просто продумать историю своего персонажа, где он живет, где он этот, это не только в дизайне работает, но и в цвете, как по мне. Так, надеюсь, я ответил. Да, но я думаю, потихонечку надо уже закругляться, потому что, вот здесь нам, и в вопросах, пишет Ксения Ивановна, Андрей, иди спать, не знаю. Ивановна. Ивановна, ой, Ивановна, ну, хорошо, прошу прощения, но как здесь написано, поэтому, так читаем. Завуалирована. Может быть, поскольку, да, поскольку у нас тролли не переводится, Да, я думаю, это не она, потому что, потому что, я опять-таки, да, это раз, а во-вторых, меня всегда поддерживают посидеть ночью, но повысить свой скилл, поэтому. Это милая. Да, и тем не менее, тем не менее, я думаю, что пора потихонечку просто закругляться, и чтобы тебя не задерживать, и переходить к общим вопросам нашим. Да, переходить уже потихонечку к общим вопросам. Давай, Лежа, давай. Ну, да, хитро выкрутилась. Ну, хорошо, я, наверное, задам один из самых таких распространенных вопросов. Мы, скажем так, спрашивали тебя уже про все, и про мотивацию, и про становление, а, в принципе, ты уже ответил про совет, то, что научиться думать. А если бы ты выделял вот тоже распространенный вопрос, какие-то основные ошибки начинающих, что бы это было, и как их преодолеть, вот что на будущее за дело такое, и дай, Опять-таки, на себя, вспоминая себя, это какая-то, частично я уже ответил на этот вопрос, поэтому я на него буду опираться, это какая-то стихийность в рисовании, то есть я хочу, я это быстро нарисовал, выложил, вот, во-первых, ну, лучше не стоит это выкладывать сразу, да, лучше пускай там хотя бы ночь пролежит, и ты утром на него посмотришь, и, а, да, так это, собственно, почти вопрос, мне же задавали такой, по поводу стихийности, да, там, как себя сфокусировать, ну, вот это, да, это тоже одна из, ну, такая как бы легкая эйфорийная рассеянность, что ли, ну, как бы она вроде положительна, потому что ты в этот момент очень много всего черпаешь, что-то усваивается, что-то нет, но, не знаю, меня все время, ну, сворачивают в тему планирования, ну, потому что, на самом деле рисование, это, так я о камере начинаю пикмахать, на самом деле рисование, это, ну, абсолютно мыслительный, ну, абсолютно четко мыслительный процесс, то есть, это, ты постоянно думаешь, почему обычно и бывает, ну, тяжело говорить и рисовать одновременно, потому что, если человек думает о чем-то одном, то ему сложнее, ну, я понимаю, конечно, бывают исключения, и люди умеют то и то, это только хорошо, это такая многозадачность, вот, и круто, когда у этих людей получается в итоге что-то нормальное, когда они поговорили и нарисовали, вот, короче, вот, планировать, думать, о своих действиях, это, наверное, такой вот, ну, мой самый главный совет для художников, начинающих, профессионалы, они-то знают уже про эти штуки, и напоследок такое, как отличить себя от профессионала, я не знаю, отличить? ну, нет, я имею в виду, только что сказала, что профессионалы уже об этом знают, поэтому те, кто не знает, они такие, так, окей, я еще не про, мне еще надо научиться. это сейчас так, наверное, прозвучало, как будто я такой себя назвал профессионалом, да? не, все так делают, ну, нет, это как бы нормально. Как себя отличить от профессионала, ну, посмотреть на других профессионалов, и понять, что ты так не можешь, прям взять, так сейчас сделать, понимать, что в этом аспекте ты еще не профессионал, то есть там ты, ну, тут вообще всегда очень интересная ситуация, то есть для кого-то ты профессионал уже, да, для кого-то ты полный нуб, и вообще там, кто ты такой, да? То есть это вот, ну, короче, себя это как бы тяжело определить, и лучше вообще никогда не определять, лучше всегда оставаться нубом, да, и иметь какой-то более высокий, более высокую цель, к чему ты хочешь стремиться, там, по технике, по пониманию, по всему, тогда как бы всегда есть какое-то развитие, но вот так вот, чтобы ты там сказал, там, я профессионал, и супер крутой, я считаю, что так нельзя сделать, по той простой причине, что всегда есть люди, которые лучше тебя работают, да, конечно, ты там устраиваешься на работу, как профессиональный человек, да, там, в определенном, ну, да, ты как бы, там вот я рисовал, в самом начале, когда с детского садика, рисунки, по сегодняшний день показывал, там у меня таймлайн был, и когда я был, например, в школе, в девятом классе рисовал в дневнике червяка Джима, да, то есть я был профессионалом относительно, там, у того отрезка, который был раньше, но я был нубом от всего остального процессора жизни до самого конца, вот, поэтому, так, опять руками махаю, поэтому профессионалов не существует, таких вот именно, которые вообще прям вот, разве что какие-нибудь, типа, дедушки в Тибете, там, или Шаолине, то и думаю, они себя считают профессионалами и есть выше, короче, профессионалов нет, есть хорошие специалисты на данном этапе жизни, как мне кажется. Ну, что, Андрей, ты, надеюсь, подготовился, придумал уже себе титул, потому что сейчас как так, неужели не знаешь, ну, последний год мы задаем ребятам на прощание вопросы, то есть, после того, как они нам все, мы просим их сказать, какой титул они бы присвоили себе, будь у них возможность, в профессиональной сфере, или еще как-то можно серьезно отнестись к этому вопросу, можно отнести а можно несерьезно, а можно, да, несерьезно, вот, то есть, какой титул ты бы хотел, чтобы тебя там наградили или присвоить себе, то есть, вот, какой бы титул у тебя был, если бы ты мог его позволить. Ну, это, по-моему, если серьезно к этому относиться, то это какой-то титул из сферы работы мечты, я бы хотел настолько развить свои навыки, чтобы быть супервайзером какого-то проекта мирового. это должность, а не титул. Это должность. это должность. Окей. То есть, смотри, у нас есть Иван, правила Цилиндра Смирнов, Роман, какой-то чувак Куприянов, там, например, Максим Царевич Сиджи Верехин, вот какой бы тебя титул был. Я предлагаю, что человек-штрих арт-директор человек-штрих человек-штрих хорошо. потому что я очень много времени посвящал штриху в одну сторону, как у да Винчи, и очень многих типа, давайте все рисовать в одну сторону, это круто. Немножко по типочкам, как у типочков, да, такой штрих. Да. Ну, Андрей, спасибо тебе большое за то, что ты пришел, нашел для этого все время, выходной день, спасибо Ксюше, что она там нас тоже слушает, тебя поддерживает и разрешит вообще. Да, Ксюша, спасибо. Учит тебя до ночи. Тем не менее, да, ребятам еще раз напомним про то, что 19 ноября на Си-Жи-Спейс, опять-таки вся информация у нас в группах, поэтому приходите и торопитесь, потому что, хочу сказать, с ноября, с понедельника там у нас будут другие цены. Вот, ну, Андрей, я думаю, когда-нибудь мы еще увидимся вживую. Ну, я буду в Москве, я буду в Москве на Си-Жи-Ивенте. Ага, ага, ну тогда, тем более. Мы тоже. Так что, еще, тем более, земля круглая в любом случае. Вот, ну, ребят, как обычно, спасибо вам огромное за то, что вы смотрите, за то, что вы пришли и поддерживаете атмосферу в чатике и нас вообще, вот, задаете интересные вопросы, так что, спасибо всем огромное, все мы сегодня молодцы, все классные. Вот, ну и с вами был наш сегодняшний прекрасный гость Андрей Иванов. Иванов, да? Спасибо. Как только не бывает. Потому что фамилия по-разному читается, я понимаю, Да, все говорят Иванов. Да, вот, Андрей Иванов, если я правильно произнесла, ну и также ваш постоянный ведущий Алексей Мельников и Алиса Хуснадинова. Так что, до встречи, ребят, в следующих стримах, всем пока. Спасибо. Подпишись, если хочешь, ты оставь коммент и поставь здесь лайк, ведь не сложно взять мышку и кликнуть разок. Подпишись, подпишись. Стоп, секунду. Субтитры сделал DimaTorzok